Всем привет, с вами Алексей. Перед вами сорт фундука 4219. Достаточно ценный сорт. Я его подсадил пару штук. Один был съеден полностью. И вот на втором вот такая тема. Это не что иное как слизни. Причем они были здесь замечены на горячем. Я провожу борьбу с ними. Думал, что это только у меня. Из-за того, что я использую солому для мульчирования. Кстати, обратите внимание, как куст ухожен. Прикрытие от солнца обязательно, мульчирование. Вот тогда все будет хорошо и прекрасное развитие, обработки. Все как положено. И появилась проблема со слизнями. Оказалось, не только у меня. Я начал действовать. Собирали руками на особо ценных растениях. Значит, второй 4219 погиб, к сожалению. Я думал, может улитки, но оказалось именно слизнями. Хотя улиток тоже много. Они лазят. Кстати, вот обратите внимание, ребята делают свое черное дело. Ну, конечно же, сразу в интернет. У меня были кое-какие знания, но обязательно все проштудировал и пришел к выводу. Очень хорошее средство это пивасик. То есть покупается пиво, вырезается пару отверстий, внизу от оставляется, туда заливается пиво и пошло дело. Конечно, очень помогло. Я обрадовался, но пиво это там достаточно быстро портится. Происходит то, что туда, конечно, и осы огромные попадали. Это тоже классно. Меньше вреда приносили саду, так сказать. Но все равно. Буквально пару дней пиво бродит. Все это грязное. И, ну, результат все. Больше они туда не залазят. Вот. Пиво, допустим, стоит, ну, давайте в гривнах. Вы, главное, цифру поймите. Цифра 80. 80 гривен, да? И хватало там, допустим, на 5-6 таких баклажек. Ну, в общем, как бы и не дешево, я вам хочу сказать. На пару дней. И результат не стопроцентный. Слизень-то все равно остается. Он еще приползает. Затем фирма Агромах у нас такая есть. Я заказал средство, называется Улицит. Здесь у нас 500 грамм от, вот как раз вот у нас равлыки, так и слымаки, это равлыки, да? То есть как раз то, что нам нужно. Слизни-улитки. Все оказалось очень просто. Вот такая вот синяя гранула. Берешь буквально 20-30 штучек, не под корень, а вот где-то, ну, недалеко. Бросаешь возле особо ценных растений, буквально чуть-чуть там, ну, я не знаю, на кончике ножа, грубо говоря, да, или там чайной ложки. То есть чуть-чуть, немного. Расход, значит, 3-5 грамм на квадратный метр. Вот такого пакета хватит на 150-200 квадратов. Здесь, получается, у нас, они мне отдали за 180, в рознице 200. В рознице 200, в основном, в интернете 200, да? То есть если пиво 80 на пару дней, то здесь 200 и на достаточно долгое время. Но оказался маленький нюанс. Когда вы рассыпали, наверное, вот это, кстати, следы от него еще пооставались. Когда вы рассыпали, надо какое-то сверху укрытие. Почему? Потому что роса, хоть и написано, что препарат не боится влаги, но это не так. К сожалению, влага достаточно быстро его разъедает и он, скажем так, пропадает. Так вот, вот эту баклажку, я так полагаю, можно использовать. То есть туда насыпается, они на запах прилезут и там остаются. Очень важно тоже для меня, что это средство безвредное, как написано. То есть оно полностью разлагается в почве на определенные элементы и не будет никакого вреда экологии и, главное, нашему участку. Ну, все. Кому понравилось, поставьте лайк, пожалуйста. Кому что-то непонятно, напишите комментарий. Всем спасибо огромное за просмотр и всем пока.